Всем приветухи, ребятухи! Приветствую вас на своем охреневающем канале. Здесь только позитив и просто космическое настроение. Я знаете, я за свою жизнь понял одно, что я стал Вангом. Все мои прогнозы, которые я себе в голове устанавливаю, с точностью сбываются 101%. В очередной раз убедился, что человек это зависимое существо. Независимо от пола, мальчик либо девочка. Я, кстати, знаете, во-первых, я никому в директ не отвечаю, с вами понимаете, вот это мне не нужно. Да мне банально некогда себя грузить другими проблемами. Я просто раньше считал, что именно у пацанов появляется безумная зависть и тому подобное. Я забираю все слова обратно. У девчонок появляется безумная зависть. Пацаны вроде просто чисто поначалу там могут усрать, там еще там что-то. Но потом они тебе пишут, и они как бы тебя понимают, и они начинают тебя поддерживать. У девчонок откуда зависть, я не понимаю. По мне так, девчонка, да, противоположная полость и дела. По сути, она же тебе пишет. Значит, получается, в какой-то степени ты симпатизируешь, ты, соответственно, ей понравился в чем-то, да. Каким-то там в плане, допустим, не в плане даже внешне, в плане характера, как-никак. Она начинает с тобой общаться, начинает тебе писать. И знаете, просто чисто тупо. Все как под копирку. Казалось бы, все люди разные. Не, ну понятно у всех, руки, ноги, все дела. Я в том плане, все люди разные в плане характера. Кто-то просто мямля по жизни. Кто-то охренеть просто боец. Готов просто топить до конца. Вообще плевать на мнение окружающих. У меня такие есть знакомые. А кто-то просто чисто что-то среднее. Оно вроде бы, да. По настроению. Непонятно что. Это смесь охреневающего человека и мямли. И получается не до млямля. Вот это. Она говорит, да, я буду топить завтра. Потом она утром встает. И вот эта хрень начинается. Серьезно. Вы прикиньте. Все реально просто чисто. Все одинаково. Все до безумия банально. Сначала человек тебе пишет директ. Ты такой классный. Ты такой позитивный. Как ты к этому пришел. Ты мне импонируешь. Я стремлюсь быть таким как ты. И тому подобное. Потом начинается то же самое. А ты говори пробовал. Говорит 7 утра вставать. А ты знаешь какие у меня проблемы. Я говорю послушай. Я говорю как мой левый носок. Она пишет смысл. Я говорю потеряйся. Бам-бам. И все. И закончилось тупо все общение. Я не знаю откуда у людей вот эта зависть. Просто чисто куда не посмотришь. А знаете. Я заметил. Что. Чем бы ты ни занимался в этой жизни. Тебя постоянно все будут усирать. Занимаясь себя футблодингом. Будут тебе писать. Ты жрешь на камеру как свинья. Ты можешь не чалкать. А ты можешь. Занимаясь спортом. Если ты какой-то качок охреневающий. Все дела. Тебе будут писать. А ты не пробовал скидывать. Ты такая же свинья. Ты не пробовал подсушиться. Тебе надо совсем по-другому поменять программу трень. Если ты какой-то худенький. Тебе начинает писать. А ты не пробовал спортивное питание жрать. А ты не пробовал накачаться. Тебе нужно записаться в зал. Тебе нужно. Вы прикиньте до такой степени. Просто чисто люди до-до. Люди не понимают. Что каждый человек снимает свое направление. Это глупо писать одному человеку. Что ты думаешь. Потому что я не знаю. Нет. Ну понятно. Что у всех как бы свое мнение. Лично в моем мире. Я живу в своем мире. Не во всем мире. В своем личном. Я на своей волне. Я двигаюсь по своему направлению. Как говорится. По своей волне. Я просто кайфую от своей жизни. И мне абсолютно пофигу. Кто обо мне там что думает. Кому я нравлюсь. Кому я не нравлюсь. Кто меня хочет. Как говорится. Зарезать. Как там мне многие писали. Угрозы охренели в края. Если ты смотришь. Я уже заявление на тебя написал. Так вот. И тому подобное. Серьезно. Люди не понимают. Что каждый снимает то. Что он хочет снимать. Это глупо. Человеку писать свое личное мнение. Что ты считаешь. И что бы допустим. Человеку нужно было бы себе изменить. Если бы человек хотел бы себе это изменить. Если человек хочет накачаться. Он пойдет и будет качаться. Если человек не качается. Значит ему это не нужно. Он просто сидит и ест. Он просто получает удовольствие от еды. Он прется от того. Чем он занимается. И он совмещает приятное с полезным. Он и ест. И зарабатывает и лайки. И зарабатывает и бабки. В том числе. Все эти блогеры. И тому подобное. Зачем ему записываться в зал. Я лично не понимаю. Серьезно. И мне короче. Вот эти. Которые я рассказывал вчера. Которые меня усирал. Говорит ты должен записаться в зал. Ты полнейший. И тому подобное. Он прикиньте привел своих братьев и сестер. Мне одна писала. Его деваха мне написала сегодня. Что типа я такой же пип. Она говорит ты должен присутствовать. Я говорю ты откуда вылезла мадемуазеля. А оказывается это его девушка. Вы прикиньте. Они получаются. Как же это приятно. Когда тупо человек. Не только один за тобой следит. А тупо все за тобой уже следят. Весь мир за тобой следит. Все прутся от тебя. Уже получается смотрите. Он мне пишет. Он уже втянул свою девушку. Уже его девушка мне пишет. Подруга девушки вот этой. И друг вот этого хренного первого. Который мне тоже писал. Вы прикиньте. Четыре человека. Я сегодня конечно всем не успел ответить. Попозже отвечу. Очень красиво одному ответил. Я думаю мне лайки будут ставить. Посмотрим. Одна мне пишет. Вот эта типа его девушка. Я пишу ты кто брат? Она пишет я не брат. Я девочка. Ну понятно что с русским проблем и тому подобное. Но независимо от всего этого. Приятно что девочка. Мне хоть какая-нибудь. Пишет. Блин капец. Реально жесть. И он короче мне скидывает страничку Смаева. Андрюха. Есть там один спортсмен. Можете посмотреть. Андрей Смаев. Он говорит тебе надо быть таким как ты. Ой таким как ты. Таким как он. Я естественно ничего не ответил. Но бред полнейший. Вот именно Андрюха Смаева. Я смотрел его канал. Заходил бывало стримы. Серьезно. Это тот спортсмен. Который реально горит своим делом. Таких спортсменов по всему интернету ровно ноль. Сейчас все спортсмены зациклены. Это только реклама. Это бабки. Это просто чисто хайп. Андрюха же убивается просто как не в себя. Понятное дело он курсит. Это его жизнь. И как бы я наоборот. Я его в том плане поддерживаю. Что серьезно. То он просто видно. Что он относится к этому делу с любовью. Он убивается просто как в последний раз можно сказать. Серьезно. Я бы конь не двигал. Он каждый день тренит по 4 часа. Помимо того что он тренит по 4 часа. У него еще своя работа. Он там работает с лесарием вроде. Это реально жесть. У него есть свои там знакомые. Очень приятно. Когда просто человек не один. Они там вместе соединяются. Они там тренят. У них есть общие интересы. У них своя компашка. Это реально круто. Это тупо. Это просто чисто мотивирует и заряжает. Понятное дело что в плане здоровья. Это конечно не есть хорошо. Там предтрены и тому подобное. Но. Я опять же. Я ни в коем случае его не осуждаю. Я наоборот его поддерживаю. Я просто чисто просил таких людей. Которые тупо занимаются своим делом. Несмотря на все трудности. Как бы там тяжело не было. Просто вот есть цель. Он берет к ней и идет. И ему абсолютно плевать. Я к нему заходил на стримы. Там читал. И вот так же усирают. Всех усирают. Вечно людей что-то не устраивает. Самое главное что это пишут. Какие-то тупейшие просто создания. Которые еще просто до его формы. Во-первых до его формы. Всем просто чисто так. Как до Китая пешком. Ты там курси и не курси. Ты никогда таким не станешь. Это просто чисто видно. Что у него трудолюбие. И у него генетика. Он реально просто чисто. Вот он одарен. Просто одаренный спортсмен. Таких единиц. Ну такие как говорится рождаются. Один на миллион. И круто то что он занимается своим делом. Как там ноги. Ты там. Ну они им там начинают писать. Они ему болячки приписывают. Еще там что-то. Серьезно. Очень ну как бы даже неприятно смотреть. Когда человек просто чисто начинает тебе тупо завидовать. Тупо начинает тебе расписывать какие-то диагнозы. И он подумал. Ты что. Как говорится. Бубновский. Нахрен ты мне пишешь какие-то диагнозы. Ты следи за своей жизнью. Ты следи за тем как ты живешь. Для чего ты живешь. Что ты делаешь. Как там. Тебе это нельзя. Тебе это нельзя. Да ты не мне пиши. Ты себе напиши. Раз тебе нельзя. Так ты это не делай. Раз тебе это нельзя есть. Так ты это не ешь. Раз ты это не принимаешь. Не принимай. Ты кайфуешь того что ты делаешь в этой жизни все правильно. Но в твоем понимании. Кайфуешь того что у тебя все отлично. Зачем ты пишешь другим людям какие-то диагнозы. Какие-то расписываешь болячки и тому подобное. Ты просто занимайся своей жизнью, не лезь в чужую жизнь, а Андрюха сам разберется, как говорится, что ему пить и что ему есть, и как ему заниматься, как говорится, без сопливых. Андрюх, если ты меня смотришь, забери вот этих гиббонов своих туда к себе, мне такие хейтеры не нужны, они меня достали уже, серьезно. Поэтому, знаете, как-никак, просто занимайтесь любимым делом, не думайте, не слушайте, кто о вас там что подумает, всем в этой жизни на вас плевать, абсолютно плевать, никто вам никогда не поможет. Выйдите на улицу, притворитесь, типа, что вы помираете, никто не подойдет, всем вообще по боку, ну, единственное, кто-то может на видео заснять, потом вас кто-нибудь выложит, будьте звезда Ютуба. Но это все, это максимум, людям стало просто, ну, людям что значит стало, людям и было всегда до фонаря, на других людей. Это просто чисто, это жизнь. Понятное дело, что жизнь очень сложная штука, и единственный, кто вам может помочь в этой жизни, это ваш позвоночник, больше никто. Поэтому, знаете, ребятухи, не смотрите на кого-то, не завидуйте никому-то, просто берите, если вы, знаете, на самом деле завидуете человеку, возьмите просто и добейтесь большего, чем тот человек, которому вы завидуете. Мне кажется, это будет самая охреневающая месть, серьезно, только в этом способе, но ни в коем случае не в негативном, потому что если вы будете в негативном, единственное, что у вас в жизни произойдет, это у вас начнутся проблемы, абсолютно со всем. Если вам это нравится, пожалуйста, решать вам, если нет, начни себя менять в лучшую сторону, и ты увидишь, как начнется охреневающе меняться мир. Давайте всех огня, всех поднял, люблю, целую, скоро.